Братья и сестры, еще раз скажем слава Господу Богу нашему. И я очень рад за эту возможность, которую даровал мне Господь, чтобы приветствовать вас на этом месте, в этом зале, в этот день Святой Субботник, который Господь благословил от сотворения мира, и мы можем славить Его имя. И всегда радостно видеть церкви, собрания, которые служат Господу Богу нашему по разным местам, в разных местностях, в разных странах, на разных континентах даже, везде призывают имя Господа нашего, и везде люди спасаются только через жертву Иисуса Христа, которую Он принес за грехи каждого из нас. И в свою очередь я хотел бы также поприветствовать всех вас от нашего собрания, от нашей церкви, из Америки, из Миннесота, из штата Миннесота, поэтому говорю вам, мир вам от всего нашего собрания. В свою очередь апостол Павел, он также, он приветствовал церкви, я хотел бы прочитать, начать, я хотел бы поделиться несколькими местами еще на описание, где апостол Павел, послание к римлянам, он приветствует так. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях о Сыне, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим, через которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы, между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божиим, призванным святым, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Также видим, что апостолы, они также приветствовали, они приветствовали, и не забывали именно напоминать, что через кого мы имеем это спасение, через нашего Господа Иисуса Христа, что именно через Него мы имеем благодать, мы имеем эту возможность называться и быть детьми Божьими. В свою очередь также апостол Иоанн в первом послании, в третьей главе, он говорит так, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. Мы видим, что оно не просто нужно только называться детьми Божьими, но очень важно в нашей жизни помнить о том, что надо еще и быть. То есть для этого нужно прилагать определенные старания, определенные усилия. И мы все прекрасно знаем об этом, и нам это напоминает все Писание, потому что оно боговодохновенно, полезно для научения. И также в другое место, в послании к Римлянам Павел говорит так. В послании к Римлянам 12 главе Павел говорит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, он дальше перечисляет, что делать, представьте ваши тела в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Мы живем в прекрасных странах, где у человека практически особо нет нужды, все плоское, что необходимо для плоти есть. Несмотря на то, что эти страны, они действительно прекрасны для жизни, они очень удобны, комфортны, благополучны, но мы знаем, что везде есть люди, которые служат Господу и которые не служат. Но нам нужно, что нам нужно делать? Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы многие составляем одно тело во Христе, а порость один для другого члены. И как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Имеешь ли служение? Пребывай в служении. Учите ли? В учении. Увещеватель ли? Увещевай. Раздаватель ли? Раздавай в простоте. Начальник ли? Начальство ли? С усердием. Благотворитель ли? Благотвори с радушием. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла. Прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы. Друг другу с нежностью. И в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Утешайтесь надеждою. В скорби будьте терпеливы. В молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о страноприимстве. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися. Плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. И не высокомудрствуйте. Но последуйте смиренным. И не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за злом. И пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные. Но дайте место гневу Божию. Ибо написано, мне отмщение я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делаясь я, ты соберешь ему на голову горящий у воля. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Можно было бы еще много мест читать, потому что, как мы знаем, что все Писание, я уже напоминал, оно полезно для научения, для наставления. И я хотел прочитать еще, где апостол Петр. В втором послании Петра он также напоминает, потому что оно необходимо, это на каждый день. Мы все прекрасно знаем также и это место, потому что даже наши дети, я знаю, что многие заучивали просто наизусть эти места. И это очень хорошо, что они знают это наизусть, где в первой главе с пятого стиха Петр говорит так. То вы, прилагая к всему все старание, покажите вере вашей, добродетель, добродетель и рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестие, благочестие и братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. А в ком сего нет, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежде грехов своих. Посему, братья, более и более старайтесь делать твердым ваше звание и избрание, так поступая, никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Мы видим, что также он подчеркивает в 11 стихе, что ибо так откроется вам свободный вход. То есть, другими словами, если мы не будем предлагать усилия, если мы не будем предлагать к этому все старание, то тогда, конечно же, нам не откроется свободный вход. Вот. Поэтому, как напоминалось и напоминается, что нам нужно для того, чтобы не только называться, но действительно, поистине, и быть детьми Божьи. В свою очередь, также я хотел бы закруглиться и перед молитвой прочитать пару стихов с 61-го псалма, где Давид говорит так, 2-го стиха. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он, твердыня моя и спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь более». Действительно, аминь, так оно и есть. С этими словами склонимся молиться. С этими словами склонимся молиться.